Новым владельцем английского Ньюкасла стал суверенный фонд Саудовской Аравии, во главе с наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом, сообщается на официальном сайте английской премьер-лиги. Стоимость активов фонда оценивается в 430 миллиардов евро. Это в 14 раз больше, чем у владельцев Манчестер-Сити. Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, вот таблица самых богатых владельцев футбольных клубов в мире. Новые хозяева Ньюкасла богаче каждого из конкурентов на несколько сотен миллиардов фунтов. В том числе босса Манчестер-Сити шейха Мансура, состояние которого оценивают в 23,2 миллиарда фунтов, и владельца Челса Романа Абрамовича, у которого в активе 9,6 миллиарда фунтов. У фонда Qatar Sports Investments, который владеет французским клубом Paris Saint-Germain, состояние 6,5 миллиарда фунтов. Фонд из Саудовской Аравии хотел купить Ньюкасл еще год назад, но тогда АПЛ отказала из-за убийства журналиста Джамаля Хашоги в здании консульства Саудовской Аравии в Турции. Ожидается, что Ньюкасл ждут радикальные перемены. Уже начиная с января к следующему сезону саудовцы могут вложить в клуб значительные деньги, естественно в рамках правил Fair Play и финансовых ограничений UEFA. Болельщики Ньюкасла восприняли новость о покупке клуба с восторгом. Ньюкасл Юнайтед, один из крупнейших футбольных клубов страны, с богатой историей и традициями, уже долгое время находится в кризисе. Он с трудом удерживается в Премьер-лиге и за последние 14 лет дважды из нее вылетал. Сейчас клуб находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице. Как вы думаете, в каком сезоне ждать Ньюкасл наверху турнирной таблицы или хотя бы в Лиге чемпионов? Пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok